как часто вы выносите мусорное ведро я это делаю раз в месяц а все потому что знаю как экологично ходить магазины очень часто возвращаясь домой супермаркета мы приносим не только продукты но и мусор а его нужно как-то утилизировать к сожалению место на свалках почти закончилось самое время начать с изменения своих потребительских привычек и я лена володина журналист и эко блогер джо кукер вам в этом помогу самое первое что стоит сделать это подготовиться к походу в магазин например взять с собой рюкзак или такую текстильную сумку авоську также я всегда беру с собой набор текстильных мешочков для того чтобы взвешивать них овощи или фрукты можно сшить самому или купить готовое а пластиковый мешочек многоразовый пригодится в отделе заморозки также если у вас есть лишний контейнер тоже возьмите его с собой сюда можно взвесить например креветки в магазине мы каждую минуту делаем выбор можно сделать его менее экологичным например купить мандарины уже расфасованные в неперерабатываемой упаковке а можно расфасовать самому почему-то многих ставит в тупик вопрос куда же клеить ценник все как обычно нажимаем цифру на клавиатуре но на самом деле не всегда и фасовочные пакеты нужны можно просто взвесить товар отдельно и также приклеить на него ценник в том числе это можно сделать с гроздью бананов а еще есть такое движение по спасению бананов-одиночек так что если вы видите что они скучают можете им составить компанию и забрать себе как вы думаете молоко в какой упаковке лучше покупать тетра паке или например в пластике как бы это странно не звучало но более экологичный вариант пластики потому что его легче переработать тетра пак состоит из трех видов материала это бумага пластик и полиалюминий и чтобы отделить их друг от друга нужно очень много воды поэтому это трудозатратный процесс другой пример майонез бренд один и тот же как вы думаете в какую упаковке лучше взять пластик или пластик правильный ответ более экологично покупать майонез вот в таком ведерке потому что это пятый тип пластика его можно переработать это полипропилен такая упаковка называется дой пак она выполнена из смешанных видов пластика и ее никто не принимает на переработку более того ее сложно очистить качественно перед сдачей ту же самую картину мы видим в отделе кетчупа почти везде супермаркетах кетчуп продается вдой паке но если присмотреться можно найти более экологичную упаковку это пластики или еще более экологичное кетчуп в стекле по разным данным пластик можно переработать от 5 до 20 раз а стекло можно перерабатывать бесконечно с макаронами все кажется более очевидным какую упаковку выбрать ну наверное бумажную потому что это картон и его можно сдать и переработать но и тут не все так просто в некоторых бумажных упаковках есть вот такой прозрачная кошечка это пластик и перед сдачей такой упаковки пластик нужно с обратной стороны убрать не забудьте а теперь задачка со звездочкой как вы думаете какая упаковка более экологично вот эти оливки в стекле или в металлической банке с точки зрения переработки стекло и железо это одинаковые равноценные материалы потому что и то и другое можно перерабатывать бесконечное количество раз с точки зрения практической пользы наверное жестяную банку вы не сможете использовать повторно а в стеклянную сможете дома что-нибудь еще налить или насыпать reuse очень важное правило zero waste пирамиды в отделе мясной продукции все немного сложнее потому что большая часть товаров упакована вакуум это седьмой тип пластика смешанный который не принимается на переработку что же теперь делать не полениться и сделать несколько шагов наше светлое будущее и в отдел товара где почти то же самое можно купить все на развес допустим вам захотелось пельменей что же выбрать большая часть продукции упакована в знакомый нам пластик но мы снова приглядимся внимательнее и что же можно найти некоторые марки стали выпускать пельмени в бумажной упаковке а еще текстильной то есть когда пельмени закончатся в этот мешочек постирайте и сможете с ним ходить сюда же в магазин за покупками если помните в самом начале видео у нас в рюкзаке был собой пластиковый контейнер и тут-то он нам и пригодится пельмени есть и на развес не знаю как вам мне хватит на пару ужинов то же самое с отделом заморозки практически вся замороженная продукция это упаковка из седьмого вида пластика который не перерабатывается и тут же рядом соседнем отсеке есть креветки которые можно взять на развес тем более у нас собой очень кстати оказался собой пластиковый мешочек из икени который мы кстати можем пользоваться многократно главное не забывать его мыть коллеги за кадром так прониклись эко темы что просили рассказать как же курицу покупать экологично ведь почти все упаковано на такие подложки и тоже в пленку и пожалуйста далеко ходить не нужно мы видим раздел где можно все взять на развес те же крылья голени и грудки только не надо забывать что все это имеет смысл если вы не забыли взять с собой многоразовый пластиковый мешочек для взвешивания курицы или пластиковый контейнер таким образом для экологичного похода в магазин нужно соблюсти всего несколько правил это во-первых взять с собой рюкзак или авоську в которой вы все это понесете взять мешочки или контейнеры для развешивания и отдавать предпочтение товаром на развес и конечно не забывать что пластик лучше тетра пака что стекло лучше пластика и выбирая между стеклом и металлом делайте выбор в пользу того бренда который вам больше нравится если у вас после этого видео остались какие-то вопросы напишите в комментариях я постараюсь на них ответить также если вы можете поделиться своими лайфхаками как вы экологично ходите по магазинам тоже буду вам за это благодарна поставьте лайк этому видео если оно было для вас полезным и не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы не пропустить обновления в следующий раз я расскажу о том как экологично покупать бытовую химию и косметику